Добрый день или добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях простой саровский пенсионер Анатолий Петрович Погорелов. Я его буквально оторвал от занятий на тропе здоровья и пригласил в нашу студию, благо здесь все рядышком. А почему я пригласил Анатолия Петровича сюда? Да потому что он очень интересный и очень позитивный человек. Вы поймете из нашего разговора, почему. Анатолий Петрович, насколько я знаю, вы, простой пенсионер, побывали в 78 странах мира. Наверное, не были только в Антарктиде и на Северном полюсе. Это так? Это так, да. Но у меня была в молодости мечта побывать в Антарктиде и на Северном полюсе. Но эта мечта неожиданно пропала. Когда я летел на самолете над Гренландией, пересекал самолет Гренландию, это такая скукотища, белая, безжизненная, однообразная пустыня. Не за что глазу зацепиться. И после этого мечта у меня это пропала. Так же, как и пропала мечта о длительных морских путешествиях. Тоже достаточно было из Североморска пересечь Баренцево море до Новой Земли. И тоже скукотища, погода отличная. Выйдешь на палубу, один и тот же пейзаж, один и тот же пейзаж. А так, если много дней, то это с тоски. Хорошо, а вот все-таки вы помните свою первую поездку за границу? И какие страны, вот назовите, какие страны вам больше всего запомнились? Так как 78 стран, то поездок было много. Сначала соцстраны, потом Скандинавия и так далее. Ну, у меня была, как у Остапа Бендера, мечта Рио-де-Жанейро. Вот. И я попал в Рио-де-Жанейро, гора Краковаду. Надо мной стоит распростер руки Иисус Христос. Вот. В общем, всякие страны имеют свое лицо, свой народ. Вот, допустим, такие страны, как наш Азербайджан или Аргентина. Это сложилось впечатлением, может быть, оно и не совсем правильное, что там, если тебя кто-то не обманул, ничего не украл, то он будет считать, что этот день прожить зря. И вот такой забавный случай. В 1982 году конфликт с англичанами из-за Факлендских островов. Ну, и вот так острова вблизи Аргентины, и они решили так. Давайте проведем референдум среди жителей островов. И как они решат, так и будет. Азербайджан провели референдум. Так, удивительный результат. Из трех тысяч, кто участвовал в референдуме, за то, чтобы быть с Аргентиной, проголосовало три человека. Мне запомнилась. Мне запомнилась ваша крылатая фраза в турагентстве. Девушка, дайте мне тур на три буквы «Д». Дальше, дольше, дешевле. И куда тогда вас направили? Ой, я не помню, куда меня направляли. Хотя по жизни много куда направляли. Но я выбирал, куда ехать, куда идти. А если вы укропните, вот какие материки, какие континенты вы навестили? Ну, естественно, Европа, Азия, Евроазия. В Африке были? Конечно. В Австралии? Нет, не захотел. Миша, Бог у меня тащил туда Австралию, Новую Зеландию. Я говорю, Миш, ну это та же самая Европа, только далеко. Африка – от Туниса на севере до Кейптауна на юге. В общем, африканских 8 стран, американских 15. Многие горожане знают вас как фаната велотуризма, чемпиона еще СССР по велотуризму. А вы на велосипеде раньше тоже объехали весь Советский Союз? На велосипеде я объездил, крайние точки назову, это Калининград на западе, Мурманск на севере, Душанбе на юге, ну и Колыма. И тоже на велосипеде? Да, там, вот это был 1969 год, ну как обычно, на работе знали, что я куда-нибудь поеду. Меня спрашивают, Толя, а куда ты в отпуск в этом году поедешь? А я отвечаю, на Колыму. Вот почему у вас такая тяга к странствиям? Может быть, у вас была детская мечта, когда вы прочитали роман о Жюли Верна о кругосветных путешествиях. Вот почему такая тяга именно путешествовать? Ну, наверное, точнее, может быть, потому что первый переезд в моей жизни был, когда мне было всего два месяца, мы переселились с Орловской области в Крым, чтобы отцу более сухой климат, вот, крымский ему посоветовали. Ну, отца в декабре 1939 года забрали, и у меня дома фотографии отца 1940 года. Он в Буденовке, на петлицах, форма петлицы ППУ, Подольское пехотное училище, это Подмосковье. И вот он как раз, эти подольские курсанты, которые в районе Великих Луг в июле 1941 года погибли. – Понятно. То есть первое путешествие было совсем еще в младенческом возрасте? – Да. А потом уже как-то мне захотелось везде побывать, вот, и первое путешествие на велосипеде у меня было в 1955 году. Я закончил в Дзержинске пятую школу, и все, естественно, начали готовиться к поступлению в институт. А я начал готовиться к поездке на велосипеде в Москву, вот, из поселка Северный, около Горького, ну, Игумовский поворот там близко. Вот. И 29 июня 1955 года, первый день своего похода, я на простом дорожном велосипеде преодолел 214 километров и уже ночевал в Владимире. – Нормально. – Нормально для ненормального. – Анатолий Петрович, а вот вы далеко не миллионер. У вас те же проблемы, как и у других сыровских пенсионеров. – Скажите, вот, под силу ли каждому, а вот так же, как и вы, совершать такие поездки? Как вы считаете, что для этого нужно? – Ну, начнем с того, что я пенсионер путинский. Я их ни пропить, ни проесть не в состоянии. – Была проблема с англичанами, когда мне 10 лет тому назад англичане отказали в визе. – Вот, интересно. – Вот. Дело в том, что англичане – это особая островная страна. И достаточно сказать, что они не хотят в Шенгенскую зону вступать. У них своя виза и 30 километров до Франции через пролив. А с французов требуют так же визу, как и с нас. Вот. Ну, и, естественно, мне какой-то пенсионер отказали. Причем англичане, они всю жизнь работали с нормальными людьми, и у них имеется миллион всяких вариантов отказа, чтобы не пускать. Вот. Но они не имели дел с ненормальными, поэтому у них такого ответа нет. Ну, и мне отказали они, когда я подумал-подумал, что же делать. И пишу письмо Ее Величеству королеве Англии Елизавете Второй. – Так. – Отправляю, правда, письмо только в московское посольство. – Ага. – Письмо туда приходит, ну, так получилось, что в рождей Свинскую неделю. Это с 25 декабря по Новый год, когда все празднуют, никто ничего не делает, никто не работает. И вот это письмо в рождей Свинскую неделю, оно поступило к ним. А так как оно вот такое, я бы сказал, ненормальное, что… – Ну, что, например, там было написано? – То 31 декабря в 6 часов вечера, за 6 часов на Нового года, бунвояж Саида мне по телефону домой позвонила и говорит, мне только что позвонили из Москвы, что англичане визу тебе дают. – Ну, это только полдела. За визой надо в посольство. Я возвращался с Индонезии, попал в Москву, ну, и думаю, надо зайти визу оформить в посольство. Мне на входе в посольство говорят, что оставляйте, значит, вам назначат там и так далее. Я говорю, да что, я буду снова приезжать, давайте сейчас. Вот, впустили меня на третий этаж, и там тоже такой разговор. Я говорю, что мотаться-то? Вот, я подожду, давайте сейчас визу и оформляйте. Действительно, час подождал, получил визу. В общем, так это, заинтриговали, Антолий Петрович, так все-таки, что там было написано в письме на имя королевы Англии, что они, они сдались, Англия сдалась? Было просто написано, Ваше Величество, прошу принять мое искреннее соболезнование королеве соболезнования от меня по поводу того, что ваши чиновники до сих пор не научились отличать туриста от террориста. Они в нокауте были, наверное, да? Ну, а куда девать? Кстати, я, между прочим, хочу заметить, что Анатолию Петровичу недавно исполнилось 86 лет, правильно? Да. Как вы сохраняете оптимизм и позитив? Ну, все очень просто. Есть такое высказывание, чем меньше ума, тем больше оптимизма. Это очень... Это первое. Второе. Во всех сказках издавна, ведь так ведется, дуракам лишь клад дается. Если посмотреть на эту географию, на карту земного шара или на глобус, где-то что-то запомнилось больше всего, которое до сих пор помнится вам. В каких странах и что? Вот вы говорили о Бразилии, Рио-де-Жанейро, статуи Иисуса Христа. Это действительно мечта, там мало кто был, наверное. Ну, Остап, Остап, мечта Остапа. Белые штаны, Рио-де-Жанейро. А вот какие изюминки в других странах? Вот черный континент. Действительно, я удивился. От Туниса до ЮАР, да? До Кептана. Ну, там, наверное, бедность или экзотика. Саванны там или национальные парки. Что там смотреть-то? Ну, начнем с того, что для начала я по Африке проехал 5 тысяч километров на машине. От Тейптауна до знаменитых водопадов одной африканской стране привезли на фотосессию. Значит, фотосессия – это четыре женщины, ну, возраст не больше 20 лет. Там, сколько там у них детей, неизвестно, и так далее. Они сверху по пояс голые. Вот, сфотографировал – заплати. Вот. Но, когда я их увидел, то у меня было такое впечатление, что они должны мне платить, что я на них смотрю. Европа – нормально. Отношения… Забавный случай был Мадрид. Центр. Иду я не спеша по скверу. На скамейке сидят три каких-то мужика. Я на них ноль внимания. Когда я поравнялся с ними, один из них вдруг спрашивает меня. Ты итальянец? Видно, по носу, что ли, решил. Я отвечаю – нет. А откуда ты? Я с России. У них такие… А это было 16 июля 14-го года. Это когда? Да. У них такие зверские физиономии стали. И вот так он провел по горлу ладонью. И ваш Путин… Это они после Крымской визы? Крым и Донбасс. А, понятно, понятно. А я вспомнил, вот честно скажу, что я путешествую за счет путинской пенсии. Ах, вы такие! И я на них как попер. Путин гуд, вери гуд Путин! Они поняли, заткнулись, поняли, что со мною спорить абсолютно бессмысленно. Что бы вы посоветовали нашей современной молодежи, компьютерной молодежи? Ну, что посоветовать? Конечно, по компьютеру, по интернету можно попутешествовать по всей планете Земля. Но я лично считаю, что путешествия по интернету – это примерно то же самое, что и прием вкусной пищи по интернету. Совершенно верно. Вот. Так что ездить надо обязательно. Потом по здоровью. Ведь вот сидят они, а человек, как биологический вид, создавался сотни тысяч лет, и до последнего времени ну, вынужден был человек ходить, то есть подвижный образ жизни. То есть вся биология человека, она осталась старой. Конечно. Вот. Поэтому у меня очень простое высказывание. Кто не ходит, тех относит. Правильно. Движение – это жизнь. Правильно. Здорово, поражение. Движение – это жизнь. Человек на две трети состоит из воды. А всякая вода, где бы она ни была, если она неподвижная, она тухнет. Мне очень нравится. Знаешь, какое высказывание? Ага. Все хотят долго жить, но никто не хочет стареть. Хорошо. И это вот на 87-м году жизни. Так что надо дорожить моментом. Вот жизнь дала тебе возможность. Так используй это. На всю катушку используй. Если ты этот момент не используешь, то может потом уже и… Опоздать на всю остальную жизнь. Вот, поэтому нужно как можно более подвижный, более отчаянный образ жизни вести. А компьютер, интернет – это и на старости. На негатив не стоит обращать внимание. Вот. То есть, живи своей жизнью. И уже то, что ты, допустим, жив, здоров, сыт, все это дает повод быть позитивно настроенным. Так что мне нравится ответ такой на вопрос, как живешь. Пока все хорошо, а дальше вскрытие покажет. Анатолий Петрович, я благодарю, что вы нашли время прийти к нам в студию. Разговор получился хорошим. Всего вам доброго. Я буду надеяться на новые встречи с вами. В общем, каждый день человек должен использовать, как будто бы он живет последний день в жизни на всю катушку. Вот что может, то и используй. Когда был студентом, то у нас было такое правило. Не делай сегодня то, что можно сделать завтра, и не оставляй на завтра то, что можно съесть сегодня. Студенческие годы, конечно. Вот. Вот это тоже позитив, правильно видите? Позитив во всем. Той, что жив, здоров, господи, разве это не позитив? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok